салют друзья мы в клубе кортес у нашего друга альберта альберт нам один подписчик обратился с таким вопросом что как работать на снарядах голыми кулаками и не сдирать кожу отличная тема давайте поговорим и фью и тот самый магазин для спорта насколько я знаю я вообще сторонник того что всегда нужно экипироваться потому что я всегда сделаю обзоры на экипировку я знаю что меньше травм дольше живешь вот так верно а я сразу же продолжу твою мысль ведь для чего-то придумали перчатки зачем же придумали перчатки наверное для того чтобы ты человек умный гомо сапиенс 21 веке работал голыми руками по мешку сто процентов поэтому тысячу производитель делает 1000 перчаток чтобы ты работал голыми руками по снаряду чувствуешь где-то диссонанс да на самом деле вот это вот вся традиционная идея до диалоги о том что он набивать костяшки надо добить себе кости ну то есть ребята мы в другом сейчас веке живем в реки технологии да у нас тут люди машины в космос отправляют а вы работаете на снарядах голых перчатках это абсурд в этом нет никакого практического применения абсолютно твое тело даже если ты разобьешь вот в хлам возьми себя напильником с ними весь верхний покров если ты думаешь что ты набьешь и она у тебя будет потом заживет и станет сильнее то нет чувак существует такая вещь как регенерация и твое тело восстановит себя до желательно предыдущего состояния но если ты еще раз его содрешь еще раз и потом вот так вот будешь систематически это все сдирать там в течение не знаю там нескольких лет у тебя начнут нарастать такие ну как бы мозоли на рост и тебе шрамы до в которых твои нервные окончания перестанут чувствовать какую-либо как бы уже воздействие на них соответственно это можно будет назвать типа набитыми кулачками да вот эти вот шаши костяшки на шрамы на костяшках которые у тебя будут после этого всего на рубцы это рубцы которые менее будут во-первых это некрасиво во вторых нафига это надо 21 веке я не думаю что именно ты тот человек который там посвятит 50 лет своей жизни боевым искусством а именно карате потому что именно в карате такое практикуется и ты будешь кем-то именитый мастерской всего ты занимаешься раз два раза в неделю приходишь зал и такое для понтовства выходишь к снаряду начинаешь его лупашить голыми руками мультипа ты красавчик на многие говорят а я так лучше чувствую потом на улице там по-другому попадает это херня ну как бы давайте будем реалистами есть мм и перчатки есть снарядные перчатки спеца есть бинты в конце концов там ну куча всего да то что произойдет однозначно после того как ты будешь бить это будет разбивание капилляров и у тебя появятся кровяные потеки вот этих вот местах вот здесь вот здесь в зависимости от того как даже у меня я долго работаю у меня не появляется нормально как бы учат с этим не сделаешь могут осенения покраснения какие-то мы же все же ты работаешь со временем естественно тело привыкают моем случае я могу бить очень долго в любую твердую поверхность меня не не так больно да мне не так больно как бы это было больно простому человеку который не делает это регулярно но я это делаю регулярно в силу своей работы то есть я постоянно это делаю не то чтобы я хотел это делать я знаю просто еще такой момент что все опытные спортсмены все профессиональные спортсмены никто из них не работает full equipment полная экипировка все абсолютно почему аргументируют огромнейшие вот такие вот на слоновую кость защита для голени также паховые такие блин чих и всякие блин куча всего хоть на на предплечье одеваю даже специально шлемаки вот такие вот закрытыми особенно профики особенно те кто зарабатывает большие деньги этим ему нельзя травмироваться перед боем но контракт это дорого это в неустойка все но нельзя травмировать и человека и вообще спарринге у них очень вот такие там да на технику вот так это не работает если нет такой это приходишь только новички в залах вот уместно рубятся на всю катуху потому что вам надо вот этот драйв какой-то получить профбоец работает очень аккуратно любой профбоец стоп-стоп не перематывая нас для тебя есть очень важная информация друзья в этом году я проведу серию семинаров и мастер-классов по украине и за рубежом так что если вы хотите увидеть альберта у вас в клубе то вся информация будет под этим видео еще одно объяснение вот по работе голыми руками значит вот я взял лапку она очень похожа на кирзовый на то дерматин есть такой материал как кирза называется он пупыришься с и такой вот пористый материал и более жестче чем более жесткий и он такой более знака стойки и очень многие люди делают дешевые снаряды именно из него то есть макивары делают из него делать из него мешки для чего они делают их для того чтобы снаряд просто дольше пожил да и зачастую их делают для того чтобы не умные люди не били по ним голыми руками потому что если ты бьешь по нему голыми руками зачастую ты начинаешь вот так вот мазать если ты атаку с ним мажешь то он тебе снимает как наждачка кусок кожи и ты такой о боже мне больно и идешь одеваю что-то чтобы в нем работать таким образом ты его так не долго не убиваешь но есть же отдельный тип людей которые считают себя очень умными и они считают что чем больше они себе разодрут костяшки чем больше крови на мешке останется тем круче этот чувак вот я лично недавно имел такой опыт у себя в зале когда я подхожу у меня есть такой белоснежный мешок но когда-то соревнованиях вы выиграли не тут просто белоснежный мешок из пвх я подхожу а он весь в кровяных пятнах наш будто бы кто-то вот так иди разбился носор и херачиваю я понимаю что это какой-то лось разбился просто в хлам наверное руки и вот это я потом стою понимаешь вытираю вот это все блин ну ну мозг где вообще где мозгу этого человека в каком месте то есть поэтому не вздумайте работать голыми руками ни по каким снарядом это не имеет никакого логического как бы вообще понимание смысла и в этом нет хорошо давай так я знаю по таким работать нельзя но есть одна макевара если не ошибаюсь это макевара бадюка но и и кто-то еще до него называется она так это такая доска с пружиной с еще одной доской с мягким резиновым прослойкой и по ней работают голыми кулаками верно до накатывается движение там пружина она резонирует то есть типа как бы отбивает нас жестко фиксируется в таком случае можно них работать это это снаряд на котором ты не работаешь очень долго это снаряд на который ты подошел чуть-чуть отработал и ушел то есть не надо там два часа бы люди приходят они думают что мешок вот надо прийти в зал бойцовский надо бить мешок вот вот почему то вот так надо бить мешки надо бить по снарядам по всему надо бить сильно по всех надо убивать короче все надо ломать и вот они приходят порой и начинают вот он стоит на что 50 60 минут он стоит на снаряде на мешке типа и делает одно и то же там я я понимаю да там хочется под упасть но как бы снаряды предназначен для того чтобы не них делать определенный объем работы то есть это как бы тут я делаю вот это на вот этом я делаю вот это и на это все вы выделяется определенный промежуток времени для этого нужен грамотный тренер который те составит программу то объяснить тебе что где и как тебе делать как тебе не повредиться зависеть от тебя твоих морфо-функциональных параметров уже будет как-то подбирать для тебя какую-то программу тренировочную поэтому в первую очередь что надо делать когда вот просто когда такие вопросы задают я сразу понимаю что ну блин ну не понимаю человек вообще ничего как бы но надо его как-то подтолкнуть тренера найди хорошего умного или просто старшего товарища который шарит до который объяснит как это надо и не надо вестись на вот эти вот надо жестко надо сильнее на там вот ломаться убиваться это все не в общем есть очень много современных разных снаряжений которые помогают современному бойцу в отработках но вот макс расскажет в мир из тех вещей которые помогут для работы на снаряде короче друзья я уже на опыте могу так уже сказать есть очень много вещей и экипировки которые специально для кулаков есть специальные накладки на костяшки они идут гели просто такие накладочки маленькие так пальцы отделы за накладываешь и потом бинтуйся и можете использовать можно вообще даже не без бинтов и да можно без бинтов под перчатку есть специальные гелевые перчатки бинты тоже можете использовать они очень мягкие не очень хорошо зачем есть понял гелевые бинты я таки видел как они именно и так называются даже бинта этого нету просто такая штучка как как кастетик такой который так одеваешь и ну так вот она просто такая что накладки накладочка силиконовая все и в ней можно работать себе смело вообще ничего не надо даже есть очень много различных снарядных перчаток от тонких до самых толстых то есть это самое главное это вам должны это самое главное понимание того что вы не должны ни в коем случае работать голыми кулаками по снарядам потому что во-первых это приведет к травмам если вы травмируетесь то вы не будете тренироваться это соответственно то есть если вы хотите тренироваться вы не должны травмировать хотя бы минимизировать то те моменты в которых можете травмироваться серьезно это вот тот совет в котором реально я разбираюсь как плане экипировки альберт я могу на них могу добавить еще один элемент почему не стоит бить голыми руками потому что когда вы разбиваете себе руки у вас начинает ну как бы должны понимать взрослые даже все ребята что может быть заражение какое-то сколько таких людей пришло и бьет этот снаряд и там остается его днк его кровь остается на этом снаряде потом ты тоже разбиваешься и костяшки соль под грязь это все попадает сюда может заражение пойти какой-то ну нафиг она навык ему винтуемся одеваемся думайте головой всегда думайте за что это должна быть правильно и подходите к тренировкам с головой вот все-все-все вся экипировка будет в описании под этим июня потому что ну реально берегите себя и тренируйтесь с головой и правильно всякий прок и будет под этим видео если вы захотите потренироваться альберта-то ссылки на его зал ибут в описании также под его видео и соответственно лайк подпиской колокольчик и смотрите наши другие обучающие видео от альберта ну и от меня очень много обзоров от других производителей экипировки, так что очень-очень много на нашем канале. До новых встреч!